Сегодня мы чествуем и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликиска Чуятворца. Мне вспоминается, может быть, одна из первых встреч моего с детьми Николаем Чуятворцем, когда я в 14-летнем возрасте приехал в Санкт-Петербург, и друг мой, принимавший меня на канале Прибоедова, с которым мы познакомились во время археологических раскопок в Белгород-Местровском Одесской области, позвал в Никольский собор. И там, входя в Никольский собор, я запомнил, как он произнес фразу, говорит, вот Николай Чуятворца икона, ты сразу узнаешь, около нее всегда много свечей. Действительно, мы вошли в собор, слева, по-моему, была иконочка, подсвечник, много свечей, и вот такая была встреча с Николаем. Сегодня мы находимся в храме «Живоносный источник» в Нибереве, и у нас в левой части храма, слева от иконостаса, находится такой образ и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирлики и Смечуа Творца. Святитель Николай изображен в архиерейских одеждах, в руках, как и подобает святитель, и держит святое Евангелие. Наверху благословляющий Спаситель, внизу, вот интересно, изображен сюжет перенесения мощей святителя Николая, архиепископа Мирлики и Смечуа Творца, а чуть по отдаль изображение, такое символическое изображение Церкви и города. Церкви и города. Если говорить несколько слов об этом старинном образе, который примерно принадлежит, наверное, середине XIX века, то можно сказать, что в наш храм он попал из храма Резоположения Блионова, как и многие другие старинные иконы. Я еще застал то время, когда здесь в храме только начинались богослужения, примерно это был год 2006-2007, образ святителя Николая висел на одной из стен храма, и потом, достаточно долгое время, по-моему, около года, он реставрировался иконописцем, реставратором, которая трудилась при храме Резоположения Блионова. И, наверное, больше года продолжались реставрационные работы, и после этих работ образ был снова принесен в наш храм и занял подобающее место сначала в таком скромном деревянном пенале, который находился на этом месте, ну а несколько лет назад мы сделали несколько киотов таких напольных для разных икон в нашем храме, и сейчас этот святой образ заступника, чудотворца находится вот в центральной части нашего храма.